Творцы прекрасного под таким названием в Центре национальных культур открылась выставка-ярмарка изделий ручной работы мастеров Воркуты. Такая экспозиция представлена впервые и уже вызвала большой интерес у ценителей рукоделия. В продолжении темы наш сюжет. Декоративные предметы интерьера выполнены в технике декупаж. Эксклюзивные коробочки для хранения чая, ключницы, шкатулки. Автор этих работ Фердаус Бадалова не смогла присутствовать на выставке. Но она была одним из инициаторов создания экспозиции. Было этих инициаторов 7 человек. Но когда началась подготовка, сработало, наверное, сарафанное радио или как-то так можно назвать. Оказалось в конце, что нас 18 человек. И это еще не предел. Просились еще, но мы сказали извините в следующий раз. Потому что наши стены не резиновые, принять всех мы не можем. А мастеров действительно в нашем городе очень много. Одна из тех, кто принял участие в выставке – Эльжбета Дедковская. Она занимается декоративно-прикладным творчеством первый год. Сегодня я на выставке представляю украшения, плетеные предметы декора и несколько разных видов открыток. На все это меня навлек отпуск, в котором мы были там. Мы отдыхали в Таганроге, там преподавали очень много мастер-классов. Это было довольно-таки интересно. Там целый город мастеров. Эльжбета участвует не одна. Ее мама, Инна Дедковская, также представила свои работы на выставку. Создавать сердца с помощью техники декупаж она начала также этим летом. У самой женщины далеко идущие творческие планы. Росписью по дереву занимаюсь. У меня открытки авторские есть. Я поступила в университет. И хочу стать педагогом. Живопись, рисунок, композиция. То есть педагогом профессиональным. Мыло ручной работы, изделия, выполненные в технике валяния. Вязаные игрушки, змейки, изготовленные из обычных пробок. Одна из тех, кто представил работы, сделанные из бисера, Елена Бахарева. Я занимаюсь рукоделием очень давно. Когда еще ребенок маленький был. А вот когда уволилась уже с работы, действительно, я посвящаю все свое рабочее время. У меня даже времени не хватает. Понимаете, 24 часа не хватает. Мне нравится это. И я вот сейчас приехала от сына, и мне предложили на эту выставку. Я очень рада. Каждый из 17 участников был удостоен благодарственной грамоты от Центра национальных культур. Сами же мастера предложили организовать на базе Центра проведение творческих мастер-классов для всех желающих. Эта инициатива была тут же одобрена.